Первый реабилитационный центр для детей с врожденными заболеваниями открылся в Жанаузене. В медицинском комплексе есть все, что необходимо особенным малышам. А врачи прошли специальную подготовку и уже готовы принимать пациентов бесплатно. В городе Жанаузен в списках детей с ограниченными возможностями числится 1032 ребенка. Ранее за помощью их родителям приходилось обращаться в областной центр, который расположен в 150 километрах. Теперь пройти полный курс реабилитации они могут в родном городе. В этом медицинском учреждении есть все, что нужно. Современное оборудование, специальные тренажеры, лечебные ванны и спецперсонал. Одновременно здесь могут находиться около 20 детей. Курс длится 24 дня. У нас есть три инструктора по лечебной физкультуре. Массажист, психолог, дефектолог, травматолог и ортопед. Ну а я работаю невропатологом. Все наши специалисты прошли обучение в столице. Я многодетная мать. У одного моего ребенка выявили аутизм в трехлетнем возрасте. Нам приходилось ездить в Ташкент и Астрахань. Сейчас будем получать бесплатную помощь в родном городе. Сейчас местные власти за деньги из республиканского бюджета планируют расширить здание Жанаузенской многопрофильной больницы. Построят дополнительный блок на 100 коек. Завершен нулевой цикл строительства. Решился финансовый вопрос. Строительство корпуса начнется в этом году. На первом этаже будет кардиологическое, гинекологическое и еще несколько отделений. То есть они будут сосредоточены в одном месте. Они разбросаны по всему городу. Прежнее здание было небольшим и тесным. Сейчас строительство нового здания решит несколько проблем. Заработала в местной больнице и новая ПЦР-лаборатория. Помогли спонсоры. Сейчас здесь трудится 5 лаборантов. В две смены они могут принять до 200 человек. При этом результаты теста на вирус можно получить в течение трех часов. Динара Нургалиева, Саламат Бекпаев, Магисталская область, Хабар, 24.